Как же появилась и родилась философия? Появилась она в трех, на первый взгляд, не связанных друг с другом местах. Это Древняя Греция, Античная Греция, это Древний Китай и Древняя Индия. Примерно время рождения философии, ну, условно, седьмой, шестой век до нашей эры. В Древней Греции это Фалест, Фарменид, Гераклит. В Древнем Китае это Лао Цзи, это Конфуций, Джоан Цзи. В Древней Индии это Упанишады и, конечно же, Сиддхартха Гаутама, лучше Будда. Философ 20 века Карл Ясперс, который говорил, что это время, вот этот период, можно назвать временем второго рождения человека. Первое рождение это было, когда он научился огонь добывать и ходить, а второе биологическое, а второе духовное рождение, это рождение философии. И он обратил на это внимание, одним из первых, что независимо друг от друга практически рождается принципиально иной, новый способ взаимодействия, восприятия, познания мира и самого себя. Принципиально иной. Причем даже если посмотреть, внимательно вчитаться в тексты того же, например, Лао Цзи и того же Гераклита, совершенно разные вообще культурные коды, пространства и так далее, но удивительно созвучные, удивительно созвучные даже по стилистике. Как и почему родилась философия, появилась философия в античной Агриции? Можно выделить три главные причины. Первая причина – это дискредитация мифа. И главным дискредитантом этих мифов был Гомер. В поэмах Гомера «Одиссея» и «Илиада и Одиссея» не может не удивить, как там представлены боги, как ведут себя боги. Там Зевс, Афина, Посейдон – это не боги, это как будто бы обычные люди. Они ревнуют, злятся, обижаются, мстят. То есть они ведут себя как-то мелко для богов. То есть это какие-то странные боги. Это боги, на которых как будто бы нельзя положиться. Но самое интересное, что человек, Одиссей, все-таки вернулся домой в свою Итаку, вопреки воле богов того же Посейдона. Могущественный бог Посейдон сделал все возможное, чтобы Одиссей не вернулся, а он вернулся. Он победил Посейдона, он бросил вызов богам. Миф дал трещину. Зашатался миф. Миф ненадежный. Это не те боги, на которых можно полагаться. Второй фактор. Греков не было единого государства. Ну, как государства, в нашем понимании слова. У них были маленькие города, полисы. Эти полисы, то, что позволяло называть их одним словом Греция античная, что там жили греки. А если быть точнее, потомки идорийских племен. Но они были совершенно автономные, самостоятельные, независимые. И по своей сути, полис – это община, сельскохозяйственная община, которая создавала поселения, строила крепости, стены и, в общем-то, жила своей автономной жизнью. Среднее количество жителей в полисе – это 2-2 до 5 тысяч человек. Средний полис. Афины в период своего рассвета, золотой век, когда они победили персов, то есть вообще был таким мегаполисом древнего мира, там было 40 тысяч всего лишь жителей. Ну, мы, конечно, считаем граждан афинских, там еще были рабы, но вот они считаются. Но вот в этих полисах, особенно на ранних этапах, была такая проблема. Каждые, я сейчас могу ошибиться, то ли 5, то ли 10 лет, не помню точно, население полиса за это время где-то удваивалось. Вот. И, естественно, той земли, которой первоначально хватало, ее начинало не хватать. И поэтому был такой обычай, бросался жребий, и часть населения полиса по жребию собирала свое имущество и отправлялась искать новые земли. Вот эта вот греческая колонизация, если откроешь учебник, да, там, по истории древнего мира, ты видишь, они там везде там расселялись, и в Крыму, и в Северной Африке, и все. Это не от хорошей жизни. Это такое особое мироощущение все-таки, такое неустойчивое, больших планов не построишь. Это так тебя вот шатает, покачивает внутри почвы. Вот, смотри, два фактора, да. И третий фактор, который добавил в это все, это уникальная, совершенно уникальная, ни на что не похожая система античного рабства. Греки были рабовладельцами, безусловно. Но одно дело, рабовладелец, рабовладение в Египте или в Вавилоне, там огромное количество рабов, огромное количество надсмотрщиков, которые совершают большие, там, грандиозные стройки. Каналы роют, пирамиды строят и так далее. Если в полисе живет, ну, пускай, пять тысяч человек, полис, там, площадью чуть меньше, там, какого-то района Москвы или Питера, да, меньше раза в два, небольшое, то возникает вопрос, ну, что этим рабам там делать? Строек там особых нет, ничего. И рабы, а рабы у них были, они, на них были возложены все абсолютно экономические обязанности домашние. То есть, рабы, как бы, избавляли греков от вот этой рутины бытовой социальной. Они ходили на рынок, выращивали там капусту, не знаю, что там еще водили детей в школу, занимались с ним. И что? Появляется огромное, большое количество свободного времени. Досуга. А ты понимаешь, да, что если у человека появляется большое количество свободного времени, и у него при этом нет интернета, телевизора, телефона, еще каких-то развлечений, а еще вокруг все очень неустойчиво, он остается один на один с самим собой, все, что ему остается, он начинает эти вопросы задавать сильно, послушать. И этот вот гремучий коктейль фактически факторов и условий привел к рождению философии. Понятно, что это не стало массовым, не знаю, что все греки вдруг стали философами. Конечно, нет, но стали именно философами и заговорили как философы лучше. Первые философы, я повторюсь, это элита общества того времени. Первый вопрос, с чего началась философия, греческая, по крайней мере, это вопрос, из чего появились все вещи и во что они возвращаются. Откуда мы пришли, все откуда приходит и куда все уходит. Генезис Кайфтора, рождение и гибель, это главная тема раннегреческой философии. Философия началась с этого. Я вижу, я наблюдаю, что в этом мире, который меня окружает, нет ничего вечного. Это тривиальная мысль. Что-то все время рождается и что-то все время умирает. Люди рождаются, умирают. Я родился, я умру. Все откуда-то приходит и все куда-то уходит, все течет. Окей, но в мире, хотя в мире все рождается и умирает, все появляется и исчезает, сам мир остается на месте. Он никуда не девается. То есть, как будто бы есть что-то в этом мире, которое неизменное, оно вечное, оно обеспечивает вот это единство и постоянство. То есть, все что угодно происходит. Войны, пожары, наводнения, рождение и гибели, но с миром как будто бы ничего не случается. Мир остается тем же, каким он был, в своей основе. Значит, делает вывод античный, первый ранний философ, он очень логичный вывод, значит, есть какая-то основа, первооснова мира. Есть что-то, что стоит за этим. Иначе, если бы все рождалось и умирало, тогда бы все без исключения, тогда бы и мира как такового не было. Он постоянно бы разрушался, вспыхивал тогда. Если я понимаю, что оно есть, но мои глаза и уши его не видят, не осязают, оно не может не быть, это же очевидно. Значит, я его могу постичь только с помощью своего ума, с помощью своего разума. Все шатается, все уходит из-под ног, нужна точка опоры. Она точно есть, потому что мир же стоит, и я тоже часть этого мира, значит, нужно где-то ее найти. Я хочу на нее опереться, я хочу успокоиться. Если так сказать. Я хочу понять, откуда я пришел, куда я вернусь. И очевидно, что то, откуда я прихожу, и то, куда я возвращаюсь, это одно и то же место какое-то. И я совершенно знаю, что это место, оно какое-то существующее, потому что, опять же, еще одно наблюдение, не может нечто возникнуть из ничего. Это такое простое. Если что-то возникло, значит, оно из чего-то возникло. И то, из чего оно возникло, это то же самое, куда это оно потом все уйдет. То есть, вот, и это какая-то скрытая от меня реальность. Какая-то вечная реальность есть. И я не могу ее видеть глазами, значит, я полагаюсь на свой разум, на свой ум. И вот так родилась философия. Постановка вопроса о первоначале сущего. Причем, повторюсь, это же не просто вопрос какого-то праздного любопытства. А не найти ли мне первоначала всего сущего? Нет, это очень личный вопрос.